Девушки отдыхают Я вижу, погиб он в 1941 году Он не дошел до победы Он не дошел до победы Ему было 20 лет, когда его призвали отсюда Солнечногорск, он местный у нас житель И погиб он под Ленинградом Вот, погиб под Ленинградом Его убил снайпер Как рассказывали его друзья Которые проходили потом через Солнечногорск И зашли вот к моей бабушке Увидели вот его годовалую дочку Конечно, в общем-то К сожалению, мы не нашли его могилы Там, где он погиб Потом были фашисты Потом было перезахоронение И, как говорят, что Похоронен в Парголово В братской могиле К сожалению, мы его не нашли Вы там не были? Были На том месте были, но мы... Да, были в архиве Да, такой есть Да, такой перезахоронен Но могилы как таковой нет И сказали, что, скорее всего, это Братская могила Двадцать лет Двадцать лет Свои героев Да, конечно Да, конечно И они знают и одного деда Вот, к сожалению, второго деда У меня сейчас нет фотографий Я отдала своей племяннице А второй дед? А второй дед прошел войну Он вернулся Был под Керчью Там был ранен И его комиссовали То есть он дембилизовался потом В ранге майора У него орден Красной Звезды За отвагу То есть, в общем-то И награды? Дома Все награды дома Все дома, все на месте Все показывают Все показывают своим детям Дети носили и в школу И показывали То есть дети, в общем-то Дети все все знают Но записывать надо, я считаю Потому что вот какие-то моменты Мы писали с младшим своим И со старшим сочинения По поводу наших дедов Пока были живы Вот мой папа был жив Более так вот развернуто Все это рассказывалось Где-то это должно быть записано Написано Все-таки нужно, да Как-то информацию таким образом хранить Чтобы действительно точно И ваши дети Своим детям Было что передать Все равно где-то что-то можно забыть Какой-то факт Это очень здорово, что вы помните И спасибо вам большое за вашу историю Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин